Лошадь узнают в езде, а бойца в ринге. Но великого мастера узнают по одежде и преданным ученикам. Хотя диванного бойца можно узнать только в бою. Приветствую вас, ломающие хребты чебурекам. С вами Федорович, а в этом видео мы насладимся боями великих воинов, которые посмотрели боевичок с Ван Дамом и решили, что теперь могут уничтожить любого профи-бойца. Лук из прекрасной вишни своей стрелой может убить мерзкого человека. А великий мастер может убивать всех, без разбору. Мастер тайчи Чен Ян в белом кимоно, преподавающий именно боевое тайчи, которое лучше всего подходит для уличных драк, по словам самого мастера. Наверное, после литры Сакэ принял вызов от бойца Шу, который вам уже хорошо знаком, и специализируется на таких вот ребятах. Это была грандиозная битва, на которую пришел посмотреть сам Рейден. Правда, потом об этом пожалел. Ведь бой закончился через пару секунд. После боя мастер Чен рассказал, что не успел размяться. В глаза ему слепило солнце. Татами было слишком мягкое, поэтому он не смог вызвать силу Чи. А он привык тренироваться на твердом, которое дает вызов силы Чи. В общем, конкретно подтвердил, что его стиль лучший для уличных драк. Ведь на улице вы всегда деретесь в лучших условиях, как на тренировке. Нет ничего дороже, чем бесплатная жена. А бесплатный бой с профи – это прямая дорога к стоматологу. Дориан Бьюпьер в желтой футболке является бывшим профи-боксером и нынешним тренером по боксу. К нему в зал пришел чувак, который как бы хотел начать тренироваться. Но сказал, что сначала должен проверить умения тренера лично, ибо он много лет занимался тайными стилями кунг-фу и перебил немало тренеров в поисках лучшего для себя. В общем, мужик наговорил кучу ереси и нехило разозлил Дориана. Но бой он все-таки принял. С первых секунд спарринга стало понятно, что это за непобедимый воин бабушкиного подвала. Но было вообще непонятно, нахрена ему это надо, и зачем он лезет в драку с профи. Короче, мужик получил урок на всю жизнь, но судя по его поступку, она будет недолгой. Ложь не имеет ног, но обладает молниеносной скоростью. Поэтому, когда человек говорит, что он мастер кунг-фу, в это нужно верить. Ведь его ученики верят. А чем мы хуже? Описание к этому видео гласит, что пельмень в белой футболке назвал себя кунг-фу мастером и пришел в зал к ммшникам продемонстрировать свой секретный стиль. Правда, зачем ему это было нужно, непонятно. Может быть, хотел переманить учеников после славной победы, но не срослось. По ходу боя сразу стало понятно, что у колобка от кунг-фу только просмотр второй части кунг-фу панды. И то с перемоткой. Зато урок он получил знатный. Лучше быть врагом хорошего человека, чем другом плохого. А солдатам нужно быть всегда хорошим. Все мы слышали сказочные рассказы про спецназ и морских котиков, особенно про наших. Которых тренировали Старов, Рябко и половина старорусских мастеров. Но, похоже, заморские воины недалеко ушли. Один такой морской котик решил показать всем свою сверхсилу и вызвал на бой не кого-нибудь, а девочку. Ну, конечно, тут все логично. Ведь если ты можешь отмудохать женщину, то в твоей силе никто не усомнится. Ведь ты настолько отмороженный, что будучи солдатом не щадишь даже женщин. Но мечты камуфляжного ниндзи зарисоваться перед кентами не реализовались. Ведь девчушка его раскатала по полной, а потом и задушила. От смеха еще никто не умирал, кроме тех, кто неудачно пошутил над бойцом. Топовый боец UFC Шона Мелли принял вызов на бой от своего хейтера, которому отсутствие страха и ума позволило прийти в зал и зайти в клетку. Конечно, претендент выглядел ужасающе, и Шон неистово боялся ненароком его убить. Поэтому в начале раунда просто игрался и давал возможность диванному монстру себя ударить. Хоть это у тигра и ни разу не получилось. А когда через минуту мастер грязного языка сдулся, Шон дал ему разок по корпусу, чем бой закончил. Жизнь – это всего лишь очередь за смертью. Поэтому дурак тот, кто лезет без очереди. Прямо как ютубер Хьюз, который решил, что профи-боец ослепнет и растает от его накачанного тела, что даст ему возможность победить. Поэтому вызвал на бой профи UFC Томпсона. Конечно, это был не бой до победы, а легкий спарринг, но и этого хватило, чтобы добавить к изяществу качка кровавое лицо. Томпсон игрался с Хьюзом как хотел, пока тут не выдохся и не сдался. Каждый мужик, который приходит под утро домой, становится великим сказочником. А каждый чудак, который приходит в зал к бойцам в надежде великой победы, становится калеком. Суть этого видео в том, что пацан в черной футболке решил вызвать на бой молодого профи. Для чего ему это было нужно, непонятно. Наверное, хотел славы, рассказывая про свою победу над профи в пельменных. По ходу боя было видно, что мужик пришел не с улицы и кое-что умеет, но с каждым ударом преимущества профи становилось все больше, а дерзкий претендент бил все меньше. Поэтому чувак решил остановиться, но с этим был не согласен боксер, который решил отработать наглеца до нокаута. Лучше быть клювом орла, чем хвостом гадюки, но некоторые хотят быть клювом воробья, клюющего быка под хвост. Магнус Митбо, блогер, который решил, следуя моде, хайпануть, вызвав на бой бойца ММА. Но мужик дружит с головой, поэтому вместо профи он позвал аматора Андреа Саладона и ограничил правила только грэплингом. Но несмотря на это, ММАшник его ломал каждую минуту. То делая удушающий, то болевой, даже когда казалось, что у Мангуса хорошая позиция для удушения, он все равно умудрялся сдаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. Может сподвигнете какого-то мастера бросить вызов профи. А в комментах напишите, вам бросали вызов в кабаках или вы непобедимый уничтожитель беляшей, не имеющий равных. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойно, спокойно. Защита! Нога же держит! Раз, два! Переваживайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять и у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять и ребро достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходим из этого образа, представляем, что мы медведя. Медведи.